ребята всем огромный привет с вами роман шкодер специально для компании a market сегодня мы проведем такой мини обзор графиков посмотрим что у нас произошло за неделю и посмотрим что будет дальше ребята как вы помните я говорил что биток скорее всего будет двигаться наверх так и произошло после закрепления выше там 17 то есть 16 по 700 16 900 как на каком графике этот уровень есть зависит от того какая там волатильность кто как торгует биржа всех свои котировки значит но 16 700 16 800 некоторые 16 900 видите закрепились выше пошли наверх сейчас ребят но очень медленный был выход это хорошо потому что в таком случае набралась нормальная позиция то есть теперь нас ожидает скорее всего движение в зону 18 100 18 200 думаю туда мы должны достать вот это вот зона 18 100 18 200 может быть 18 там 500 это будет первая такая цель движения после чего может быть какой-то откат а может и не быть ребят может пойти дальше я пока но если ребят будет какой-то излом это должны проходить вот эту вот точку 21 300 если пройдут потому что почему это должно происходить я вообще просто это очень легко объясняю объяснить можно на графике ну кто конечно понимает графики имею ввиду то кто объясняет значит смотрите последний раз нас по перерега какие-то были вот вот здесь вот это было еще в марте после этого мы видим что у нас вот почти пиреха я не было но вот здесь кто-то шло но это отскок ребята это не скажет вот это был перехал от этого максимума но это отскок это шел до поджимали поджимали потом еще раз убили я имею ввиду вот эти точки после откатов смотрите 1 в 2 вот 3 вот 4 5 667 Видите? Первая точка надо вот это пробивать вначале. Там 18400. Это будет первый такой хороший сигнал, я сказал, хорошим сигналом на продолжение. Плюс вот этот вот уровень тут есть. Очень хороший уровень, сильный. Сформировался еще здесь. Очень долго держали. То есть это будет очень классный сигнал, если уметь закрепиться. Ну и плюс, конечно же, 21200. Если пробьют вот это все, тогда да, тогда есть шансы на продолжение роста. Пока говорить об этом там всем рано, потому что мы находимся далековато. Ну то есть вот это может, конечно, достать тут сколько осталось? Тысяча долларов, то есть 5% где-то, 6% движения, значит, и сюда уже побольше. Ну вот это если пробьют, тогда да. Пока что мы смотрим локально наверх в зону 18300, 18700. Дальше будем смотреть по ситуации. Пока что вот так вот у нас. Вот это самое. Ада, ребят. Ада все-таки. Мой сценарий много не продался. Честно скажу, думал, ада пойдет на 20 центов. Но монета решила по-другому. Монета решила выкупиться. Я, кстати, даже покупал был по 24,5. Закрылся был вот здесь вот по 28, потому что тут уровень, видите, которого потом начали, ну пробили резко и так далее. Ну никто не знал, что она пойдет или нет. Могли остановить и пойти обратно. То есть я свое там забрал, там своих 20% или там 18%. Оно пошло, ребята, еще раз так. Ну очень сильно сходили. Ну теперь, конечно же, стоит ли подождать откат на зону там 0,29,6 хотя бы. Ну или где-то здесь может быть оно и по... Ну а, кстати, неплохо, смотрите, вот здесь вот стоит. Можно рассмотреть 0,366 со стопом ниже вот сюда вот. Если вынесут по стопу, ну пусть выносят. Ничего страшного в этом нет. Как бы, ну стоит неплохо, ребят, уровень не тестируется. Хотя вот эта свечка мне не очень нравится. То есть уже такая как распределение прошло и тут уже лезть. Ну разве что лезть где-то сюда вот с целью. То есть с коротким стопом и там не выше вот этого где-то уровня там 0,33. 0,33 то есть. Поэтому думаю, что пока что... Все равно нисходящий тренд у нас есть. То есть если будет излом там 0,42, тогда что-то можно будет говорить. Пока у нас, ребят, смотрите. Вот. Всего лишь отскок на глобально падающем тренде. Такое нормальное. Ну, конечно, упали с 0,55 на 0,25. Понятное дело, вообще без откатов шли. Но вообще-то без откатов вот отсюда шли, ребят, с 1,2. То есть это сколько? Это минус 80% почти. Значит, ребят, что здесь? Значит, тут надо подождать. Либо откат сюда, либо брать, как я вам сказал, со стопом. BNB, что у нас по BNB? Так, вышел выше 263. Смотрите. Пробил, закрепился и идет дальше. Но BNB, конечно, сильно. Тут ничего не могу сказать. Стояли типа ниже уровня, набрали позицию, вышли обратно. И все. Вышли там 256, там было вот это, если подбирать по хвостам. Ну, здесь тоже уровень был 263, 265. Вышли, ну все. Тут что тут? Пока что смотрится наверх. Тут нечего говорить. Смотрится наверх с целью там. Ну, первая цель будет 304, потом 315. Где-то вот эта вот зона, скорее всего, будет целью. Ну, все зеленые свечи, ребят, тут можно искать точку входа на маленьком таймфрейме. Ну, типа где-то вот тут брать или здесь вот вообще будет круто, если откат будет. А вот здесь посмотреть, если еще раз откатится в эту зону. Пока что прет. Что у нас дальше? У нас дальше Dash. Ну, Dash пока что на месте стоит. Тут неинтересно. Его, как обычно, вообще надо убрать, наверное. Значит, ну это он здесь, потому что там он на других биржах, он двигается. Что-то он вот здесь вот висит. Непонятно, чего спросить будет. Значит, ДОТ, ребят. Что по ДОТу? Вот дошли мы до уровня 4.97. Помните, я тогда говорил об этом. Я шортил, даже был здесь. Вот на этой свечке. Ну, конечно, пошли дальше. Но я там уже не сидел. Значит, если вернуться обратно. Вот если будет закрепление выше 4.97. Можно рассматривать битлонг с целью 5.7. То есть тут вообще железобетонно. То есть вот смотрим вот на возврат выше. Ну, надо, чтобы было закрепление. Хотя прошли уже много. Надо внимательно. То есть, если биток не пойдет, скорее всего задавит. Ведь собирает, собирает он силу, чтобы пройти уровень. Под уровнем брать лонг, ну, как бы. Уровень, конечно, такой себе по факту. Ну, типа, типа, ну, не прям там какой-то мощный. Но все-таки я предвестник того, чтобы брать выше. Хотя стоит реально здесь даже неплохо. Смотрите. Вот здесь вот на часовике. И стоп вот сюда вот. Ну, неплохо. Но только со стопами сейчас, ребят, внимательно. Потому что в любой момент могут задавить. Любой момент просто. Элс. Что Элс сделал? Тоже отстоялся. И вот смотрите. Точка 0.91. Вот, кстати. Вот это вот более такая правильная ситуация. Ну, надо брать где-то 0.92 со стопом 0.97. Там плюс мин. Может 0.95 сюда поставить. И все. Элс, кстати, еще не ходил. Может легко дать на 1.03. Вообще легко. Может даже 1.02. Поэтому Элс смотрим, ребятки. Очень классно. Посмотрите на недельный график. Просто шикарно. Вот даже сюда можем дать. До 2 долларов. Это будет такая глобальная больше цель. Очень классно смотрится. Элс. Сам посмотрю, кстати. Эфир. Эфир у нас пробил. 1145. Смотрите. И точку давал. И точку входа давал. Сейчас дошли до вот этой зоны 1350. Тоже смотрите. Уровень есть. Кстати, надо тоже, наверное, отметить. Потому что он тут все-таки есть. Вот так взять по ближайшему уровню. Смотрите. Вот тут был укол. Здесь была консолидация. Вот было движение. Вот был откат. И вот смотрите. 1350. Если пробьет, то скорее всего тоже. Тяжело там ему пока идти. Я вчера его сам смотрел. Думал на пробой там торгануть. На фьючерсах. Но видите, поджатие пока что не пробивает. Но пробой, если будет, будет сильный. Ну то есть это импульс может быть такой, что сразу там на 1450 допустим и так далее. То есть хорошо. Если пойдет. Если нет, ну тогда вниз. Пока что поджимают. Смотрится неплохо. Ну посмотрим. Нам посмотрим евро-доллар. Что у нас? Евро-доллар. Ого. А смотрите. Евро-доллар был поглощение нарисовал и дальше. Ну классно, кстати. Не думал, что такое будет. По евро-доллару. Тут уже уровень, конечно, есть сильный. Просто еще с 2020 года. Поэтому евро-доллар неплохо. А, и тут вот тоже уровень есть. Ну хорошо. Сильно смотрится. Но пока что уже прошел движение. Конечно, тут тяжело сказать. Конечно, со стопами можно поторговать. Так, что у нас еще есть? Лайткоин. Халвинг там будет. Пока выходит. Думаю, цель 100 долларов. А здесь нас надо выше 84,5 выходить. Пока что ребята поджимают. Ну конечно, ходит он сумасшедше. То есть вот так. Потом такие прям горы рисуют. Ну 70, там с 80 долларов можно посмотреть. Если что, со стопом 79,2. 0,8 доллара это нормально будет. То есть там 1% стоп. То есть вот с этих хвостов. Хотя на хаю так. Ну, жмут, ребят. Если биток пойдет, потянут. Если биток не пойдет, скорее всего завалят обратно. Сюда на 72. А может даже и ниже. Поэтому тут тоже внимательно. Что у нас по S&P. S&P, ребята, пока что идет. Все ожидали снижения. Но он решил не так. У нас тут все равно линия нисходящего тренда. Если пробьют там 4,020. Ну 4 тысячи, можно что-то будет говорить. Пока что. Ну собирали силу. Собирали силу. Поэтому есть шанс, что пойдет. Хотя ситуация в мире не очень. Соланка у нас, ребятки. Я, кстати, был покупал. Вот Солану был там по 9, что-то 9,17, 9,20. И продал был там по 10,9 перед этим уровнем. Смотрите, что она сделала. Она еще прошла после моего выхода на 8 долларов наверх. Там еще на 80% сходили, конечно. Очень сильно Солана. Я бы ждал от ка где-то на 15, ребят. И там можно рассмотреть. Я думаю, она еще пойдет. То есть рассмотрится так, что пойдет еще. Но я бы ждал где-то вот этой точки. 14,9, 14,6 где-то вот в эту вот зону. Оттуда, чтобы можно было. Если будет точка входа зайти, и она может пойти дальше. Хотя прошла она уже 100% снизу. То есть все ее хоронили уже. Все там конец. И вот так вот обычно бывает. Ну сильный проект на самом-то деле. Поэтому я думаю, отскок может продолжиться вплоть где-то до 20 долларов. Плюс-минус. Ну когда, конечно, она немножко отстоится. Потому что много прошла. Видите, у него так. Движение, консолидация. Движение, консолидация. То есть тут пару дней может еще постоять. И может пойти дальше. Но держит ее сумасшедше просто. Сам буду смотреть. Очень классно смотрится Солан. Так, что дальше? Т-рикс. Т-рикс, ребят. Ну тут только выше 0,056,9. Вот эта вот зона. Только выше там. Видите, слили, потом выкупили. Он не трендовый сейчас. Он в рейндж стоит. Есть более трендовый инструмент. XLM, Lumen. Я, кстати, тоже брал его вот здесь. Вот еще был. И закрылся. Вот тут что-то он не хотел идти. Я там по 0,079,5. Вот это вот. Это было вчера. Я закрыл вот эту позицию, потому что пока что-то мне не очень нравилось, как он двигается. Хотя он может и пойдет. Но я там переложился. В другой я сейчас покажу. Вот я переложился был в Ripple. Потому что Ripple дал был такой хвост. Видите, всех достали. Кто здесь ставил стопы, кто здесь ставил стопы. И даже кто здесь ставил стопы. Видите? Даже там кто с июля месяца сидел, не выходил. С стопом всех достали. Хвостом. И обычно это бывает пересильное движение. Поэтому я себе зашел по 0,0. То есть по 0,345. Вот здесь вот. И сижу. Ну цель где-то первая будет где-то вот это. Вот 0,38. А дальше посмотрим. Часть буду крыть, конечно. Но его нафиг сидеть на таком рынке. Ну если пойдет, то нормально. То есть буду сидеть дальше. Видите? Вот по неделькам вообще смотрится. Посмотрите прям сколько стояли. Набирали. Думаю может на 50 копеек. Там 50 центов. Там 600 центов сходить. Легко вообще. Это если там все будет нормально. Но пока что вот идет. Я сижу. Не буду рыпаться. Пока что. Если пойдет обратно там на 33. То буду закрывать. Там в небольшой минус. Дальше. И Тезос еще. Тезос у нас что сделал? Откатился. Ну тут уже конечно рискованно. Но все-таки стоит. Рискованно. Но стоит. Где-то 0,81. Ну пусть еще поторгуется. Хотя видите вот формирует точку 0,81.6. Вот это вот неплохо. Но пусть немножко еще постоит. И тогда можно будет на 0,91. Я думаю может сходить вот сюда. Может даже на доллар сходит. То есть очень он так плотненько отстоялся. Ну конечно тренд вниз. Посмотрите. Вон тренд мы рисовали с вами. То есть тут пока что ничего не меняется. Ребята кто хочет открыть счет на Амаркетс. Обязательно приходите по ссылке ниже. Открывайте счета на наши партнеры. Рекомендуем всем. Ну и конечно же ставим лайки. Пишем комментарии. И всем хорошей недели. Окончание скажем так. Следующей недели хорошей торговой. И будем значит увидеться на следующей неделе с вами. Поэтому с вами был Ромаш Куда. И всем хорошего дня и профита. Всем пока ребят.